В ней легко влюбиться с первого взгляда, и с каждым годом эти чувства все сильнее. Она накроет головой лавины удивительных открытий. Ради нее мы совершаем самый главный прыжок всей своей жизни. Это мы о Югре, ведь Ханты-Мансийский округ – это место, которое вы обязаны посетить хотя бы раз в жизни в любое время года. Нас ждет еще больше приключений, открытий и незабываемых встреч. И сегодняшняя остановка – второй по величине город в округе, столица Самотлора – Нижневартовск. При низких температурах окружающей среды тела быстро теряют энергию. Но нахождение вблизи источника тепла позволяет телу получать тепловое излучение. Происходит самопроизвольное перераспределение тепла. Следовательно, когда источники тепла находятся вместе, их энергия побеждает холод. Лучшее создается вместе. Газпромбанк. Как все уже прекрасно поняли, путешествие – моя главная страсть. Но какое путешествие без шопинга – это моя вторая главная любовь. С умной картой Газпромбанка можно не только совершать покупки во время путешествий, но и копить кэшбэк. Глаза разбегается от всех ее возможностей. Поскорее хочется увидеть карт в деле. Если вы такой же шопоголик, как и я, то эта карта – просто подарок небес для вас. Знаете, почему эта карта умная? Вы только себе представьте. Вам не нужно выбирать лучшую категорию для получения кэшбэка. Карта определит ее сама. Вы просто совершаете покупки, как это делаю сейчас я. И в той категории, где потратили больше всего, вам будет начислен повышенный кэшбэк живыми деньгами. Или можете получить единый кэшбэк за все покупки. А для тревел-блогеров и просто любителей путешествий еще одна потрясающая новость. По умной карте Газпромбанка можно копить мили. Я уже планирую свой отпуск. Но еще один эксклюзив. С помощью этой карты можно менять программу лояльности хоть каждый месяц. Как только закончатся съемки, обязательно снова отправлюсь на шопинг. Поторопитесь и вы с умной картой Газпромбанка совершать покупки. Это удобно и приятно. Нижневартовск, по оценке многих блогеров, один из самых молодежных городов Югры. А еще его называют Югурским Санкт-Петербургом. И подтверждение этой гипотезы и первая остановка нашего сегодняшнего телемаршрута – арт-резиденция «Ядро». Я уже ранее бывал тут за полгода. С момента прошлого визита точка притяжения всех творческих, апатажных, креативных людей заметно изменилась. Тая, с момента нашего прошлого визита очень многое, что поменялось в арт-резиденции «Ядро». Мы сейчас находимся на новой локации. Поподробнее расскажи нам, что здесь представлено. И, я так понимаю, вся эта продукция авторская. Да, мы сейчас находимся в шоуруме. Шоурум – это место, где мы имеем возможность продавать наши изделия, созданные здесь, на стенах арт-резиденции, в нашем принт-руме, который находится на четвертом этаже. То есть, вот эту всю продукцию мы печатали прямо здесь. Дизайн разрабатывали сами. И все это на данный момент приурочено к 50-летию города, которое у нас было 9 марта в этом году. Вот, также здесь выставлены авторские продукты мастеров города. Это различные куклы, свечи, бомбочки для ванны. То есть, все то, что изготавливают местные мастера. И мы в том числе. То есть, каждый, кто приходит, может на память не только впечатление оставить, но и вот такой сувенир приобрести. Все верно. Я вам признаюсь честно, я тут еще шопоголик. Можно с вашего разрешения? Да, конечно. Когда еще продукцию арт-резиденции «Ядро» получится на себя надеть? Слоганы, я так понимаю, тоже авторские. Все расскажите. «Город, в котором» – это фраза ключевая, от которой мы отталкиваемся. Название нашей акции. И эта фраза, продолжая которой, каждый человек может рассказать о себе. То есть, город, в котором я мечтаю, работаю, развиваюсь, живу, хочу ехать, может быть. Может быть, мечтаю остаться, купить квартиру, получу ипотеку. В общем, все то, что человек делает, чем он живет, и он может рассказать об этом через наш мерч, который мы здесь издаем. Ну и последний вопрос, что касается вашего шоурума. Насколько популярна такая продукция? Как идет торговля? Ну, мы, в принципе, запускаем торговлю в основном пока что в дне открытых бире у нас проходили торговые операции. Вот, у нас покупали толстовки, покупали футболки, конечно же, венбельбухи. И в том числе очень актуальны у нас хантейские куколки. Вот, и сейчас мы запускаем шоурум в онлайн-формате. Он у нас выставлен в «Контакте», в официальной группе «Ядра». То есть, можно при желании в интернете ознакомиться? Да, да, в том числе. Потому что некоторые, в принципе, уже предпочитают покупать онлайн. Вот, мы тоже идем в ногу со временем, помогаем людям также закупаться в онлайне. Ну, по-моему, очень даже молодежно, стильно, так и весь Нижний Ваттлоск. Да, стильно, модно, молодежно. Вот только представьте себе свой шоурум. Для такого шопоголика, как я, это ни с чем не сравнимая находка. Сразу после условного шопинга еще более интересная находка. Такой сувенир должен быть у каждого, кто впервые приезжает в столицу самотлора. Елена, сейчас жанр иллюстрации, как в Мельбух, набирает все больше и больше оборотов. Да, такое креативное у него название. Вы автор сия творения. Как вообще в голову пришло вот в такой, вроде бы, комиксовой, да, незатейливой форме показать молодежь в городе? Или вы другое, как автор Мельбух? Нет, как раз таки я хотела показать, что все знают наш город, какие-то локации всем известны, и как бы их выделить и рассказать какие-то сценки там вот, которые происходят. То есть если присматриваться, то можно увидеть какую-то историю или какие-то происходят там события, и как раз можно долго взглядываться и рассматривать. И это является как и иллюстрацией, ну, в общем ее можно смотреть, и еще как раскраска, то есть можно раскрасить и отправить другу. Вы когда, вот если поделить, да, вот весь этот Мельбух на секции какие-то, вы прям географическое расположение каждого города учитывали, да? То есть вы как-то, я не знаю, наизусть расположение помните объекты? Ну, я старалась смотреть, да, на карту там сверху, чтобы примерно эти места логически были более-менее похожи. Конечно, там все суперутрировано, но плюс-минус похоже. И еще у меня была как бы задумка, что каждый, получается, вот этот ярус, они делятся на времена года. То есть вот сверху зима, тут снежинки летают, весна у нас, день города как раз проходил, лето уже, тут как раз у нас летают комары и какие-то такие вот сцены связанные с этим. И вот осень, и там третье сентября, и песни на прибреге, в общем, как бы наталкивают на это. Ну, я надеюсь, да, что люди поняли эту задумку, уже как бы раскрашивая вот в этих там цветовых гаммах. Арт-резиденция «Ядро» — это уникальный дизайнерский ансамбль, который поделен на умопомрачительные секции. В зале «Тотал Блэк» я встретил местных резидентов. Они мне предложили сыграть современный аналог крокодила. Нужно в наушниках объяснить своей команде вопрос. Что тут сложного, спросите вы? Загвоздка в том, что в ушах играют на всю катушку клубные хиты. Назовите самое крупное граффити! 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 Самое крупное граффити! Помоги мне! Граффити! Граффити! Большой дом! Весь мир! Руководитель арт-резиденции «Ядро» и друг нашей съемочной группы Людмила Козлова презентовала новую экспозицию. Арт-хаусная выставка посвящена 50-летнему юбилею. Нижневартовска. Его столица Самотлора отметила в марте. Данная экспозиция является центральной. Она расположена на самой флагманской стене. Пять десятилетий Нижневартовского. Мы собрали на пяти картинах, мы провели исследовательскую работу, собрали пять самых важных компонентов из заголовков газет того времени. Приказ о присвоении статуса города. Самые главные вехи и в пяти картинах отобразили каждое десятилетие. В центре наша художница Елена Гельманова изобразила вартовчанку которая меняется каждые 10 лет. То есть переехала она строить город, затем появились шестналки. Видишь, у нее паттерны. Затем вот... Это двухтысячные уже нулевые. Это двухтысячные, это Пэрис Хилтон. Если ты посмотришь на фейковую сумку Луи Вьютон, то видишь паттерн каракатицы самого узнаваемого архитектурного объекта, который появился в то десятилетие. Что появилось в 2010-х? Открылся Макдональдс в маленьком провинциальном городе. Ну и, конечно, современная вартовчанка, она живет в пандемию, она за экологию, поэтому у нее многоразовый стаканчик. Она наш резидент, она в бренде города. И здесь расположены самые главные культовые заголовки газет именно нашего десятилетия. Не знаю, как у вас, у меня просто дух захватывает от каждого квадратного метра ядра. Бордовый экспозиционный зал вообще как отдельный вид искусства. И самое уникальное, что вселенная арт-резиденции постоянно расширяется. Сдается мне, я еще раз приеду сюда в недалеком будущем. Нижневартовск – это город молодежных объединений, клубов, организаций. Один из них – Космоквант. Виртуальная реальность, космические иллюминации – и, конечно, целая вселенная открытий. Илона Юрьевна, вопрос первый. Когда к вам попадаешь, ну, в глаза, конечно, это название – Космоквант. Расскажите, чем занимается клуб? Ведь речь не только тут о любви к космосу и ракетостроении. В общем, поподробнее. Благодаря инициативному бюджетированию сделали вот такой вот замечательный ремонт, именно направленный на космос. И это сделано не зря, потому что в городе Нижневартовске вырос известный космонавт Сергей Рыжиков. Он, кстати, был у нас здесь в гостях и давал интервью детям в простой обстановке, рассказывал о своей работе, как он к этому пришел. Поэтому вот здесь вот и у нас, почему бы нет, в городе Нижневартовске у нас есть своя страна космоса, куда абсолютно любой ребенок в возрасте от 7 до 17 может прийти абсолютно бесплатно, отдохнуть, провести время, заняться моделированием со специалистом по работе с молодежью, или посмотреть VR-очки, или поиграть в Xbox, или также посмотреть фильм про космос. То есть добро пожаловать в наши клубы летом, вам будет круто. Уже с нетерпением хочется погрузиться, Илона Юрьевна, в виртуальную реальность космическую, в Нижневартовске, так что с вашего разрешения пойду примерять VR-очки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жалко, что камера сейчас не передала мое космическое путешествие, но для этого нужно побывать в Нижневартовске, надеть очки, и прийти в клуб «Космокван». Поверьте, путешествие по космосу того стоит. Не знаю, как вы, а я еще раз хочу. В Нижневартовске живет очень много неравнодушных людей. Жители этого города не нужно звать дважды для участия в какой-нибудь благотворительной акции или флешмобе. Активных волонтеров тут более двух тысяч. Главный их штаб с говорящим названием «Добродом». Всегда открыт для тех, кто не может остаться в стороне от чужой беды. Надя, действительно, говорящие название у вашего ресурсного центра «Добродом». Никак иначе, добротой тут пронизано все. Расскажите, какой тут добровольческий профиль? Сколько ребят занимается и сколько у нас добровольцев в Нижневартовске? Ну, вообще, мы стали ресурсным центром «Добродом» благодаря гранту губернатора. На ресурсные центры выиграли грант. Сейчас у нас здесь сделан ремонт за счет мецената. Вот, мы им очень благодарны. И, конечно же, мы будем делать оснащение. Но мы уже открыты для ребят, для добровольцев. У нас здесь проходят различные мероприятия. И образовательные, и творческие, и встречи с интересными людьми. Вот, занимаемся мы разными направлениями. Это и экологическое волонтерство, и волонтеры Победы, и арт-волонтеры. Мы тоже их привлекаем. Пытаемся охватить все добровольческие организации, всех добровольцев, чтобы они приходили к нам, развивали здесь свои творческие идеи, писали гранты. Мы помогаем их, их также консультируем. Вот, ну, созданное, так скажем, на все блага общества. Надя, ну, я думаю, что каждый волонтер мечтает заниматься добровольчеством в такой уютной, домашней, мегапозитивной атмосфере. Цветовая гамма. Как вы все это продумывали? Тут очень яркие тона. Это специально, что волонтеры, они же всегда за яркость, за позитив? Конечно. У нас, в принципе, волонтерский цвет, он такой фиолетовый. У нас в дальнейшем здесь много будет фиолетовых оттенков. Ну, и, в принципе, такое молодежное пространство. Все знают, что такое каворкинг. Всем хочется комфорта. И у нас здесь в будущем будет оборудована зона кухни, где ребята смогут и попить чай, если это была какая-то долгая работа. Вот, поэтому мы здесь на все блага ребят. И у нас есть небольшая традиция, что мы ребятам говорим, что они могут оставлять здесь свои тапочки, чтобы потом приходить и чувствовать себя комфортно. Ну, действительно, по-домашнему. Повлияла ли такая комфортная домашняя обстановка на поток новых добровольцев? И вообще, вот сколько вот на скидку их в городе, на твой взгляд? В нашем городе очень много добровольческих организаций. Их более 50 штук. Они и в УЗах, и в СУЗах, и какие-то некоммерческие организации. Ну, у нас, в принципе, больше трех, наверное, трех тысяч добровольцев насчитывается. Появился интерес, потому что очень яркая вывеска. Очень много взрослого поколения к нам приходит, просит о помощи, интересуется, чем мы здесь занимаемся. Ну, и добровольцы от того, что мы активно себя пропагандируем в соцсетях, в ВКонтакте, они тоже интересуются, приходят на наши мероприятия и уже себя ассоциируют как волонтеров Добродома. Последний вопрос. Вот сейчас у вас кипит работа вот на этой акции. Расскажи, какую пользу может принести пластиковая крышка? Эта акция называется «Добрые крышечки». Она проходит в течение года у нас, в течение года более 10 отгрузок, получается, этих крышечек. Почему это важно? Потому что крышки не перерабатываются с основным пластиком, и их нужно сортировать и отделять. Есть некие правила, которые уже наши добровольцы знают, но люди приносят нам крышечки, мы их перебираем, отправляем, получается, на завод. Они направляют деньги с этих крышечек на благотворительность, на помощь детям, у которых болезни. И уже такое название, в принципе, оно говорит о том, что «Добрые крышечки», что оно несет доброе дело. У нас есть куратор в городе, мы с ней сотрудничаем, она нам помогает, привлекает добровольческие организации, а мы ей помогаем их собирать и сортировать. Еще одно знаковое место для тех, кто впервые приезжает в Нижний Вартовск, база отдыха «Радуга». Спорт здесь идет рука об руку с погружением в мир северных народов. Екатерина, «Радуга» всегда в развитии, вы постоянно работаете над тем, чтобы впечатлять, вдохновлять югорчан и еще больше гордиться тем, что они живут в Ханты-Мансийском округе. А со временем, когда мы виделись полгода назад, много людей посетило? Безумно много людей. Каждые выходные, субботы и воскресенья здесь посещает огромное количество людей, гостей. Много приезжает школьников, студентов. Также и семьи приезжают к нам, посещают нас. Очень много людей. Вы постоянно беседуете с посетителями, с детьми, со взрослыми. Какие чаще всего они задают вопросы о жизни, культуре северных народов? Вот что их интересно? Допустим, еда или одежда, или семейный быт? Больше всего интересует жизнь коренных жителей именно традиции. Как свадьбы проводились, какие праздники были, а есть ли шаманы сейчас? То есть вопросы такие, которые в книжках не прочитаешь. Постоянно добавляются новые сооружения в Радуге. Вот мы сейчас видим марки. Я знаю, что у вас летом будет расширение, пополнение. Экопарк, веревочный парк, да? Да, веревочный парк у нас откроется уже в конце мая. Я так все-таки думаю, что может быть даже раньше. Также у нас откроется экотропа. И для наших горожан будет еще больше возможности узнать о нашей природе, о природе Югры. То есть Радуга работает в любое время года, и зимой, и летом, да? Конечно, обязательно. Сейчас у вас работа кипит над праздником, который для северных народов имеет очень большое значение. Это Вороний день. Как подготовка идет? Подготовка идет полным ходом. Каждый день мы планируем что-то делаем, подготавливаемся. У нас планируется приезд гостей коренных жителей из Югры, из Ямала, с разных точек. Планируется проведение масштабное мероприятие, такое должно быть. Должны приехать или не воды, коренные жители, именно ведущие традиционный образ жизни. И я надеюсь, что горожанам наш праздник, как всегда, понравится. Это можно ли сказать, что это северный аналог Масленицы? То есть вы таким образом весну встречаете? Мы весну встречаем, но у нас нет Нового года, поэтому можно сказать, что мы празднуем. Исчисление лет у нас проходит как раз именно с приходом весны. То есть Вороний день – это Новый год? Да, можно сказать так. С наступающим, Екатерина! Спасибо! С Катей Жуковой мы знакомы уже полгода. В прошлый раз она проводила для меня обряд на удачу. Вы только себе представьте, но он заработал. Мне действительно чертовски везет. Кстати, совсем скоро «Радуга Нижневартовска» пополнится еще одной уникальной локацией. Александр, самое долгожданное событие «Радуги» вот-вот состоится. Это открытие веревочного парка. Для тех наших зрителей, кто не знает, что это за спортивный объект, расскажите вообще, что из себя веревочный парк представляет и почему всем любителям спортивного экстрима просто необходимо тут побывать, когда здесь все откроется, естественно. Ну, это вид активности, такой определенный, да. Развлечение, скажем, не совсем спорт. Три уровня сложности. Детский, два уровня взрослых. И скоростной спуск 130 метров, типа тарзанка на роллере. Как этот механизм работает? Человек поднимается по этим ступенькам дальше, что на него прицепляется, что он дальше на деревьях делает? Инструктор на человека надевает специальное оборудование, страховочное. Человек поднимается и проходит уровень сложности определенной. Субтитры создавал DimaTorzok Любой путешественник знает, хочешь узнать город, в котором гостишь, начать знакомство нужно с музеев. Нижневартовск не исключение. Причем я решил посетить сразу два хранилища истории. Богатство каждого города – это люди и история, которую эти люди пишут. Рядом со мной Яна Волгушева, которая как раз и расскажет, что интересного есть в Кровеческом музее Тимофея Шуваева. Яна, мы сейчас находимся в зале, который приурочен к 50-летию Нижневартовска, которую вы отметили 9 марта. Расскажите, вот в глаза бросается этот экспонат, про него поподробнее. Этот уникальный экспонат, артефакт, так его назовем, Кирьяцкая барка. Назван он в честь места, где был найден этот объект. Это судно Кирьяцкая барка. Конец 18-го, начало 19-го века его дата. Найдено было это судно в конце 90-х годов, в 1997-м году. У вас коллеги в экспедицию, да, поехали? Да, они ездили как раз в экспедицию, были участниками тех всех событий. Это их детище, они ходят и лелеют это судно. В длину оно 34 метра. То есть здесь всего лишь часть этой находки. Длину 34 метра, ширину оно 7 метров. Можете себе представить, каких она больших размеров. Экспонаты музея тут же приковали мое внимание. Ожившие инсталляции наглядно показали всю динамику развития Нижневартовска. А мне тем временем ждала еще одна увлекательная поездка. Настоящий пропуск в прошлое на пару веков назад. Музей истории русского быта. С первых секунд, как я переступил порог этого музея, меня не покидало странное чувство. Как будто кто-то исполнит мои желания или случится что-то волшебное. Как оказалось, моя интуиция путешественника не обманула. Кстати, история этого музея заслуживает экранизации. Когда-то это был купеческий дом, потом почта, затем частные владения. И с началом перестройки власти Нижневартовска приняли решение реконструировать усадьбу и сделать тут исторический музей. Все в этом доме повторяет убранство собственности зажиточных купцов 19 века. Один из экспонатов сразу же привлек мое внимание. Зеркало, которому более 100 лет. Лидия Владимировна, глаза разбегаются. Вообще, что у вас спросить в первую очередь? Давайте начнем вообще с истории музея русского быта. У него богатая история, заслуживает отдельное упоминание, а потом уже по здешним всем потаенным уголкам. Дело в том, что действительно наш музей истории русского быта. В этом году мы отмечали 19 лет, как его открыли. До этого он строился еще на протяжении 10 лет. Но у него своя есть история. Потому что после 1930 года на этом месте был построен двухэтажный деревянный дом братьями Ламбинами. Но, к сожалению, конечно, этот дом позже не принадлежал им. Потому что семьи, братья между собой, как бы не очень жены ладили. Поэтому дом, естественно, забрали уже как бы местные управы, купили. И в этом доме располагалась почта. То есть на первом этаже была почта, а на втором этаже были комнаты для проживания работников почты. Я знаю то, что зеркало, которое мы сейчас видим, хранит в себе уникальную историю, которую наши зрители просто обязаны послушать. В 1993 году у нас появилось зеркало Кушникова, которое до этого периода находилось в Ларьяке у семьи, у Владимира Кушникова. И было подарено в наш музей. Интересная очень история, потому что это зеркало было приобретено, куплено на Ирбитской ярмарке. То есть Таисия Павловна Кушникова, когда вышла замуж за Евстафия Кушникова, значит, они ездили в Ирбит, и он купил ей это зеркало. Ну и сегодня, если посмотреть датировку, конечно, этого зеркала довольно-таки уже весомое, больше ста лет, но тем не менее, зеркало всегда украшает нашу комнату торговых людей. Ну и еще, конечно, несет свою, в общем-то, историю, даже загадочить, волшебство. Потому что неоднократно, в общем-то, это зеркало приносит людям много удачи, здоровья. Потому что сама Таисия Павловна, она жила, хоть и в Ларьяке, но она всегда помогала всем людям, всем жителям поселка. Вот, безвозмездно при этом, в общем-то, лечила даже людей. И вот мы очень гордимся, что это зеркало появилось у нас. Ну, как говорят наши посетители, два года тому назад появился мужчина, прямо приехал со своим телефоном и заявил о том, что... А вы что, не видите, что у вас в зеркале ваша Таисия Павловна? Да. Мы были, конечно, очень поражены, удивлены. Вот. И когда он открыл свой телефон, то в телефоне было ее изображение. Ну, он в тот момент привозил свою дочь. Ну, дочь у тебя очень сильно была больна. Ну, часто заболела. И, видимо, когда приехали к нам на экскурсию, он сфотографировал дочь около этого зеркала. Вот. И потом... Дочка выздоровела. Да. Он сообщил, что, говорит, она так быстро стала поправляться, что я, говорит, даже удивился. Хотите, верьте, хотите, нет, но как только я посмотрел в отражение зеркала, я почувствовал, что Тамара Павловна исполнит мое желание, и все у меня будет хорошо. Ну, а мне пора, ведь впереди меня ждет еще много мест Нижневартовские, которые я просто обязан вам показать. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok